Мы выезжаем в 11, а объезжаем в 12. Ждем такси. Заехали мы в наше новое жилье. Мне нравится. На первый взгляд. Кухня, столик, кровать, балкон, шкафчик, телек. Переехали в новое место. Тут, кстати, нам больше нравится. На первых впечатлениях тут более просторно. Тут нормальные обычные квартиры, поэтому свыше мы с ней, я думаю, не такая будет жесткая, как в Орби. Ну там тоже, кстати, было ничего. Я сделал обзор на Орби на нашем канале Домовенок. Ну а тут мы живем в частном секторе. Довольно приятно. Немножко раздолбанно, конечно. То есть вот это все вот держится, все вот примерно вот так. Далеко не первый, кто снимает это место. На первый взгляд, все равно тут очень приятно. А главное, какой тут вид из окна классный. Честно говоря, такой вид мне даже больше нравится, чем вид на море. Он какой-то вид живого города. Смотрите, как красиво. Может тут загорать даже солнечная сторона. Еще большой плюс цена. 400 шекелей в неделю. Так, конечно, можно в Батуми снять и за 200 долларов в квартиру в месяц, и за 300. Это совсем хорошо можно найти. У нас тут платный лифт. Ты заходишь, но не можешь нажать кнопочку, пока не прислонишь ключ. И вниз и вверх нужно прикладывать ключик. Это все-таки необычно, конечно. Я такого никак в жизни не видел. Можно пешком пройти и сэкономить денежку. Такая погода сейчас 18 градусов. Просто накинуть дождевик, не застегивая. Он немножко греет. Если вдруг дождь, соответственно, то тоже защищен. Очень клево. Можно его носить не просто от дождя, но и как предмет одежды. Зачистили мы ходить в местную шаурмячину. В Грузии продается очень много видов гречки. Тут есть лавочка, в которой жарят курицу и картошку. Тебе еще посыпают луком и дают вот такой прикольный соус. Все это блюдо вместе стоило 15 лари. Тут тоже финики растут. Зарубили, видимо, чтобы когда они созреют, они не пачкали и не грязнили все вокруг. Вообще тут очень похож и климат, и растительность на израильскую. Ну, Израиль, он есть такой пустынный, и леса. А тут именно леса. Тут пустынь пока мы не видели. Катаются на таких больших колесах. Идем по набережной Батуми. Она такая огромная, куча кафешек. Но здесь кормят не только людей, но также и собачек. Есть очень много собачек, живет на улице. И для них ставят вот такие мисочки. Это улица Пушкина. А это улица Лермонтова. Тут еще и Грибоедовы есть. В общем, русские писатели тут в подчете. Слющий дорогой, а чем лечиться в Грузии? Ну, конечно же, любые болезни, они лечатся в Хачапуре. Вот я купил из Хачапуре, такой, знаешь, конвертик. О, смотри, какой красивый. Прям, ой, пахнет. Даже хоть у меня нос и заложен. Все равно вкусно очень пахнет. Тепленький такой, хороший. Стоил 100 рублей. Три ларик. Попробую. Я думаю, сразу у меня все пройдет. Вот никогда вы не купите нигде в Хачапуре, который вы укусите на уголке, а там уже сразу много сыра. Какой вкусный сыр. Все. Ребята, буду покупать эти Хачапуре. Игру тут мимо мусорки и заметил, в мусорке лежит проводочек. Видите, провод от зарядки мобильного телефона. Будьте аккуратны, ни в коем случае не берите такие провода, даже если они кажутся новыми. Потому что зачастую там может быть шпионское специальное устройство, которое украдут все ваши данные. Исследуем отдолетные уголки по Туме, и тут вы увидели прикольный автобус. Такая маршруточка для перевозки детей в школу. Ну, вообще так, красиво, смотрите по забору. Забор из маленьких камушек. Хотя это далеко не центр. Большая проблема в Грузии покушать чего-нибудь такого вот, что не Хачапуре, что-нибудь без сыра. Мы уже тоже две недели, каждый день тут едим в разных таких кафешках, и уже я не могу есть Хачапуре, я уже ими объелся. И мясом тоже объелся уже мясом. Хочется чего-нибудь типа риса, типа, может, рыбки какой-то. И это большая проблема, потому что вокруг в основном, ну, то, что подешевле мы ищем кафешки, это Хачапурные с сыром. Бывают столовые, есть дешевые столовые, но мы сейчас в другом районе города, тут таких нет. На улице в Батуми растет виноград. Прячемся от дождя, сейчас зашли в торговый центр, и тут есть прямо в торговом центре контактный зоопарк, где всякие морские свинки, кролики, зайцы, козы, чего тут только нет. Субтитры создавал DimaTorzok Аджария, это особое место в Батуми, тут просто все время дожди. Дожди, если не вымахать руками, выключится свет. Поэтому я машу руками, вот смотрите, и машу, и сейчас выключится. Во! Машу. В общем, вот особое место, и чтобы как-то, знаете, эти ливни, которые постоянно идут, хоть как-то с ними справиться, психологически, приходится постоянно есть хачапури. Заби, что ж такое? Постоянно приходится есть хачапури. Потому что без хачапури жить вот с этими ливнями, крайне сложно. Грузия, ну, Батуми, очень похоже на Нидерланды. Тут тоже очень мокро, но у Нидерландов все-таки не так мокро, потому что там идет дождь постоянно, но он очень слабенький, а тут идет дождь постоянно и очень сильный. Вот смотрите. О! Это типичная вещь. Это я, видите, в плаще еще не промокаривал. Ботинки мокрые насквозь. Вот, видите, они уже намочились сегодня. Я их поменял на вторые, которые тоже мокрые насквозь, а у меня больше нет. Это хорошо, что сейчас еще не холодно, потому что в декабре, в январе тут еще будет типа 0 градусов, ну, 5-0, и тоже будут дожди. Уже почти две недели мы в Грузии, и каждый день у нас одна и та же рутина. С утра мы едим кашу гречневую с молочком, литр молока на двоих и каши, две тарелки. На обед мы идем в какое-нибудь место любое, либо шаурму, либо хачпурную, либо вот сегодня ходили в такую кафе-столовую. Ну, то же самое, бюджетные места, ищем, то есть не какие-нибудь там такие кафе, а именно чтобы была полезная, хорошая еда. Это у нас обед. И на ужин мы всегда покупаем себе у нас на ужин два перчика, грузинский помидор, очень хороший, и два огурца вот таких, тоже грузинские, местные. Наш ужин стоит 4 лари. Таких вкусных овощей я не пробовал никогда. Не знаю, что тут с ними делают, где они тут растут, но тут прям офигенная еда. А мы тут карточку получили, банковскую, наконец-то. Теперь мы будем везде расплачиваться в лари, банковской карточкой местной. очень удачно все сложилось. Мы ее получали, получается, пять дней. Довольно-таки быстро. Про получение банковской карточки и про мобильную связь я сделаю отдельное видео, где расскажу, как в Грузии грамотно приехать, устроиться, что и как делать, подробно. грамотно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова